Как я провожу аналогию, дело в том, что запретный плод всегда сладок, поэтому нужно возглавить и обезвредить. То есть, как действуется? Просто условия должны не позволять. Когда есть наказание строгое, не возникает никакого желания вообще ничего под дворник сувать. Если у вас на это нет права, нечего засорять улицы и особенно мозг сограждан. Поэтому, если законодательно все правильно проведено и существует дисциплина, потому что это как происходит? Первое поколение негодует, нам не дают возможность выпивать, где мы хотим, курить, где мы хотим, танцевать, вести себя. Но люди путают понятие свободы и вседозвольности. Это немножко разные вещи. Просто свобода – это то, что в рамках закона можешь делать то, что ты имеешь право делать, не доставляя неудобств окружающим. Вот. Поэтому все сводится к одной простой формуле. Приходится надеяться, не всегда это бывает так, на мудрость законодателей и на надзор за исполнением законов. И все. И дальше все начинает работать. Одно поколение живет без флирта. Я имею в виду журнал за дворник автомобиля. И следующее уж даже и себе в мыслях этого не видит, потому что понимает, что это наказывается. У меня у самого были несколько выяснений. То есть мои персональные данные использовали без моего ведома и в не ярко выраженном, некультурном формате, назовем это мягко так. Ну, я потратил какое-то свое время и через суд восстановил справедливость. И считаю, что так и надо делать. А мне многие говорили, да ладно, это там добавляет популярность. Мне такая популярность не нужна.